всем приветики 23 мая да не бойся ты классно так с чашкой кофею утречком выйти на солнышко москотни еще маловастенько и куда попозже такой вот трусливый зверь аж хвост один торчит уже на огороде что-то кребет киселиса особого желания выйти пока не изъявляет тут у нас погода сегодня погода классная должна быть я травку вытащила на улицу подсыхать пусть на солнышке на сумме провялилась на солнышке пусть подсыхает роза кстати выжила вот это вот роза еду на обрезать надо кто у нас тут цветоводы чем не с ней делать или нехай так растет с окошкой кстати видела вишенки висели маловато но что-то висела ой паутину и надо мне ой господи гляньте чуть не зашла в эту паутина представляю как бы я сейчас тут нервничала и может быть кричала выхожу в тела вишни посмотреть добраться до них опа америка европа тут тоже что-то висит куда на рыбалку сейчас поедет ненадолго по рыбалит а овощ чё и поймает господи ой это меня что-то прыгнуло да нет наверное то что я видела может тут парочку и вот они такие вот лисят я хочу поспеет так жалко все жалуются вернее все рассказывают сначала так все были рады где гуляют кошки со мной что все зацвело там буйно-буйно и яблони и вишни короче все настолько буйно цвело но весна ранее в этом году и такой вот безобразие этот заморозок везде просто везде в этом году ничего не будет ни яблок ни вишни ни абрикос не слива слива это ведь тоже цвела у нас там слива усыпная вся яблоня этого цвела просто невероятно как жалко есть на сморжовник этот висит хоть какая ягодка будет на рынке чего будет продавать но ценник будет тоже конкретный коля уехала на рыбалку мамулька спит сегодня спит долго прям девятый час она еще не вставала там уже комнату убрала чтобы было понятно кто здесь с нами не был прошла отпуска я сейчас нахожусь на кухне вот кухня это отсек сюда здесь мама здесь звери там комната для гостей там никто не живет это монтирую на кровати сижу вот потом это наша спальня здесь москву ли спим то есть таким образом я камеру это включила показать что-то мыши нами до курили я все крупы пораздавала ну короче всю еду пораздавала забыла про мешок с макаронами мешочек с макаронами чтобы добраться до этого мешка с макаронами они не смогли открыть дверцу они прогрызли дырку затиснулись туда и этот мешок весь раздербанили лисонька пришла туда-сюда и ходит как маятник вот тут еще тоже надо перебираться в том году столько всего повыкидывала сколько сил хватило но еще в этом году тоже уже мне второй мешок на вынос стала доставать оттуда все и гляньте что прогрызли даже вот эту крышку я покупала ну что унитаз на летний туалет вытаскиваю оттуда труп мыша вывалился не надо тут ходить эти чувства уходи не надо быть вот эту штуку я отмою я буду ей пользоваться заберу с собой мурманск это под клубочек чтобы он никуда не убегал ну понятно да туда клубочек сюда протягиваешь и спокойно себе вяжешь даже там внутри тетек клавочком кубочек залежался прижился грязное надо отмыть кажется лисия даже дождь нипочем только прибежала короче чё за гидрометцентр такой вчера обещали дождь в течение дня даже не капнула сегодня дождя не обещали до 27 градусов почему вытащила траву на улицу потому что должно быть жарко слышу как хлыну я бегом-бегом собрала все манатки часть баню оттащила часть сюда он в предбанник в каком доме это ходит барыня вот хоть бы хны ей лис киса лиса господи вас и пришла эти гуля иди намочись приехал с рыбалки коля приехал словом гляньте какая рыбка это леню прям такой хороший экземпляр чек рыбка неплохая в тот раз тушун поймал мы отдали друзьям но эту рыбку я пожарю мама моется она очень ответственно относится к этой табличке всегда занята свободно она и переворачивает оставила и завтрак потёрла огурчик кашка здесь у нее деревенская яичко сметанка хлебушек и пока она будет мыться уже сама покушает а мы с едем близкие по списку нас там целый список опять набрался клаву некую что надо купить поэтому мы на лиске 0 отец она к нам уже перестала слава богу несколько дней то спать легли дай закурить ворота стучит что-то делаю она уже в дверях калитку не закроешь уже тут как тут сколько сушилок у нас такая же синяя высокая москит на эти вот здесь нету а вот-вот коль здравствуйте иди дальше такие надо в какой цену они на голову одинаковый размер ну смысле есть больше есть меньше ли один все одинаковые давайте мне три штучки такие мужа 2 электро надо ехать а вот и звонок там под носом вот один туда один такой да там батареечку все поставить обратно батарейки не будете какие а там есть все тут все в наборчике а там есть все поняла городе маски почти нет то все равно летает испытаем еще одно средство от маски посоветовали детский крем перемешать с ванилином и оказывается об этом многие знают и пользуются с детский крем купили еще ванилин купим будем испытывать но внутрь не пойдем эту к огурцы куплю на этот на окрошку и укроп и все хотя и ара надо заехать купить ну магазин заедем маме сделала кружку патру и все на терочку на горчике свои свои сто двадцать рублей это сразу накладывать сколько ну суп килограмм давай в какую цену 20 а чеснок 35 хочу за 37 ну вот я хочу 50 рублей чтобы вам дать вот так вот получится чего только нет о какие бюстики на больших девочек выбор тут одежды большой футболок каких-то конец и платья и костюмы о какая красота 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 ну что все купили что хотели коля после рыбалки заезжал к лавуне и ведьку к лавуне варит борщ сказал что мы заехали к ним на борщ но как не заехать сейчас поедем на борщик подарю ей тут вот москитную сетку пусть от комаров от мошки прячется куля он идет ходил деньги снимать банкомате здесь очень много где просят наличку вот купила крем вот этот и ей себе детский сейчас заедем купим ванилин короче говоря я уже в третьем магазине не ванилина не ванильного сахара просто нет нигде смели все с полок надо в интернете поглазеть там хоть заказать трындец привет привет на тебе одежку нихрин я уже поверила клав это один размер на всех а ну ка а так вот и не залить на то я надеваю но вот так вот отсюда так не сколько подарок ничего подарок это ты вот так будешь возить каждый раз это детский крем короче ванилина нет ни в одном магазине разгребли все заехала сюда на даче с коли купила ванильный сахар но я не знаю уже липкий да я могу заказать в интернете после завтра придет вот сюда где у петровича там же валтберес этот да давай я закажу а это собакам в гостинчике по косте по косте слушай ну эти ванильный сахар оставлю мне не нужен мало ли чего это будет в печени куда-то добавляю купила на себя потом думать и гибкий есть там все липкий куда его это это я не наоборот это будет когда на льву стартая агрессивальность так ли не сидя и яйца пунктий а я не наливаю я щас сейчас сядешь есть и они приедут. Сейчас мы сядем и все вместе пора. Ну, больше какой-то у меня получился, не знаю. А у тебя всегда хороший? Да нет, он такой. На, Лена, тебе. Или хоть Коле послал. Слушай, а вы вроде сегодня мозги меньше, Клава, тебе не показалось? Это ветер, наверное. А, ветер и дождем уже перебил. Ой, я сегодня как в душ залезла, как вылезла, как посмотрела на себя в зеркало. Я вся покусана. Они вчера залазили под кофту и везде. Кошман, наливаешь? Да, чтобы наесть. Прям Клав, все время закончишь магазин, ценник стоит, написано ванилин, коробка стоит, а ванилина нету. Я уже прыгаю, прыгаю, достаю. Продаю. Где-нибудь есть. Сейчас возьму. Да я закажу сейчас. И на рынке тоже заговорили. Какой-то способ все уже давно знаем. Ванилина детский крем. А я говорю, первый раз вот это вот. Нет, я знала тоже. Да. Посмотри. Да. Смотри, что у меня есть теперь. Вот мне такой монастырь выдавали. А-а-а. Я когда была у матушки в Стефаниде, а там… Давай мне налить, Коля. Что-то три они возьмут, наверное, я не знаю. Коля сейчас поедет. Опять там в машине фонарь отлетел. Поедет. К двум часам сказали. Хорошо, что это дома здесь, на месте. Но оно не серьезная поломка, дороге не мешает. Все равно надо. Делать надо. Делать надо. Папа все сразу делал. Коски. Коски. Правильно же, как она проходит, Дина. Обязательно посмотрит на меня. Она всегда дала твою реакцию. Обязательно. Как ты себя ощущаешь. И потом к окну, да? Ага. Правильно посмотрит. Вроде что-то понимает. И что-то понимает? Она что понимает? Что-то корм Лина купила. Это пришла. Пошли нам. Лина пришла. Костючка. Купила Линопробу новый корм. Будете новый корм такой пробовать? Для кастрированных кошек. Церилизованных. Что мы хотим? Сейчас посмотрим. А Петровна уже отдевала, да? Этот комаров. Только машину вы уже там оставили? Нет. Он поедет с приятелем. Они там погуляют часик. Поставят. Я дома. Останешь мне дел много. Лена. Лена, будешь стирать мое сменное белье. Ну, вы думаете, что дашь. Давай во вторую стирку. Сейчас запихала такое все уже там. Не это. Вторую стирку я твое запущу. Все. Пусть стирает. А на вторую стирку мы такое светленькое все покидаем. Да. Насильно. Рап, ты обедать рано еще тебе? Что? Обедать рано тебе еще? Лен, сейчас есть время? Без 20 часов. Лен, делай свои дела. Ну, я тебе хочу шокрошку эту сделаю. Так, ладно. Да, я тебе только шокрошку. Ну, я все сварила, сделаю. Потому что я сыпь на глаза. Ну, первая поедет у Петровна. Мы сейчас приехали, а она... Идем за стол, не садимся. Кастрюля борща, сало, яйца наварила. Садитесь. Мне борща хватит. Нет, яйцо обязательно съешь. Яйцо мне дала, съела. Ну, и все. И что? Я приходовую, я сытая. От них просто так не уйдешь. Возьми маме яйцо вареное. Я вам и там есть, я вам и варю. Хорошие люди. Да, да, да. Простые люди, они всегда хорошие. В основном. Ну, да, большинство, да. Ну, если не обозлённую жизнь. Ну, ещё жизнью, да, да. Другими людьми. Ну, сердце доброе, оно и добрые дела делает. А вот эта штука, мам, вдруг тебя укусит? У меня там крем есть, он не помогает. Я не знаю. Он не помогает. А вот это вот после укусов очень хорошо, бальзам. Пусть там поела, тебе понравилось. О, это хороший корм. Да я другой корм купила, он тоже хороший. И я на него, может, перевезу. Это деревенский лакомство называется. Вот такое вот. Это вот здесь большое количество мяса. Они едят тоже хороший корм. Ну, вот, не знаю, вот этот многие советуют. Я, может... Ну, вот смотря, да, берите. Ну, она поела, поела. Он низко чистая. Сейчас ещё листья предложим. А так-то он хороший. Готовлю мамульке окрошку. Гляньте, какая красота. Всё на мелкой тёрочке, потому что у мамы нет зубов. И когда она кушает, она снимает протез. Потому что с ним ей неудобно, неудачно сделали. И она его снимает. Поэтому приходится всё тереть, всё помечь, всё пожиже. Окрошка будет не на иране, потому что кислого нельзя. Там не на какую, ну, даже не на кефире. Сделаю ей на сметане. Водичка кипяченая, солька и сметанка. И вот это вот всё туда пойдёт. Лук зелёный тоже ей нельзя. Ну, в принципе, это всё разрешено. Всё можно. И, я думаю, окрошка будет всё равно вкусная. Если соли надо ещё, то добавляй. Я много не сыпала соли. Ну, мам, вкусная. Я попробовала. Ой, такая вкусная. У нас знакомая, царство небесное её давно нет. В Мордовии баба Аня. У неё ни одного зуба не было. Она так любила окрошку. И вот таким образом она себе вот всё время готовила. На тёрочку натрёт и ела с удовольствием. Ты же окрошку миллион лет не ела. Ой. Ты просто боишься есть некоторую еду. А сейчас я рядом, и ты, наверное, осмелела. 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 И то съем, и то съем. Ну, съешь этот панкреатин на всякий случай. Ну, там всё такое перевариваемое. Огурчик ты ешь уже ела. Укропчик тебе можно. Яйца ты ешь, картошку. Это всё такое. Сметана, вода. Первый приём от рук и лет за двадцать. Да, окрошку... Я тебе как-то предлагала, ты побоялась. Да. Ну, а сейчас... Я многого боюсь. Потому что боль я нечеловеческий бывает. Ну, пробуй. Вердикт свой выноси. Окрошка. Окрошка. Ура. Да. Ура. Ура. Очень вкусно. Вкусно, да? Да, верно. Ну, слава Богу. И жидкость, и мягкость. И жидкость, и мягкость. И тебе по зубам всё это... По зубам, которые... По зубам, которые... Их нет. Мася. Так. Кто кого погонит? Мася. Это чёрная ма. По-моему, чёрная. Маска боится. Да, чёрная. Слышишь, девочка? Ты в гостях. Нельзя орать. Главное нос высадится, да и орёт. И птицы волнуются. Коска новая присла. Там себе чё-то. Ну и чё? Так, хороший моих девочек пугать. Ну, что такое? Ну, я ж тебя покормила. Я села помонтировать. Ждём Володю. Кониного брата двоюродного приедет с мотоблоком. Сейчас спашет огород. Елена на днях займётся огородными работами. Купим рассаду, огурчики. Посею укропчик. Ещё что-то посею. Ну, прежде чем что-то делать, надо всё это спахать. Потому что, сами видели, там трава травой погоняет. Ну, чего ты? Три раза уже поела. Всё, хватит. Уже и понянькала. И на ручках подержала. Володя приехал. А ты калитку-то открыл? Ну-ка, ну-ка. Агрегат. Привет. Ух ты. Зубрёнок. Вот как всё приспособил. Всё по уму. У Володи всё чётко. Молодец. Поехал. Вот это да. Вот это техника. Ну, техника на грани фантастики. Ну это... Ну это... Оля в канистры, бросай. А, это ещё ставить надо? Нажми. Ой, батюшки. Ой, батюшки. короче вот отсюда вот так вот отсюда вот где ну по возможности как сколько можно вот так вот под яблоня сколько на нем можно еще ездить да ты чё ничего все техника обалденная тех ой в лейку надо тасс и аппарат века да да вообще название круг на кругу поле тут не знаю он сказал что где-то вот трубы есть а где он сам не знает где-то закупанный полив ну да он где-то здесь под бордюром далеко не будет процесс пошел маме говорю посмотри в окошко как это все происходит отодвинул я там створку чтобы ей было видно конечно корней тут а это колючие пошла по колючкам это техника может волоте надо чтобы он что-то отгребал граблями у тебя там не надо это потом не сейчас помогать ничего не надо глубоко попался это все сразу земли запахла обожаю когда земли пахнет вкусно глубоко пашет и ужас руками так тяжело надо по очереди с колей две минуты и вот прошел площадку такую он второй раз по одному то уже место хочет пройтись ничего себе это надо с одной стороны порни чтобы выдрать потом опять порни выдрать это что творится я первый раз это дело вижу для меня там все дикоинка второй раз легче она с тяжелая он ее туда-сюда вот сам собрал вот такой вот это вот черное то он все пропахал зад вперед а лопаты представляешь да это лопаты да и он все корни сейчас обрубал потом коли возьмет грабли вот это все выгребет траву и можно сажать сарь едет это молодец это уже умелец у него руки золотые он полочки всякие тумбочки столики он что да 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 что так не делает я думала меняться будет а потом посмотрела думаю она на коле не доверит свою технику она же глубоко ему тяжело он же глянь какую толкает глянь как толкает тяжело он едет поехал о так шо о крот там где ему надо быть он залез прямо в самый углубь огорода надо что мама хоть полюбовалась посмотрела как это происходит обещала наверно дома сидеть в Мурманске ну а че там говорит так и есть мы сами там дичаем работа дом работа дом магазин все Коле доверили технику а и че застрял помогай ему а ну я его прокопал вообще у Коли не получилось сейчас наблюдам теперь Коля пошел Николёша пошел на один раз запаханая а уже асфальт спахала ау 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 так господи но это было непривычно у меня за 30 секунд руки устали и с какой скоростью оно едет бегом типа да все Володя поехал ветер вообще к ветеру поднялся караул холодный холодный все погнал вот 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 я вновь